Уважаемые телезрители, сегодня тема актуального интервью с главой Шушинского района Анатолием Георгиевичем Керзиком. Тема непростая. Ситуация, сложившаяся с теплоснабжающими организациями в нашем районе. К тому, как уже идут письма от людей на самые высокие инстанции. Да, на президента. Да, вот Анатолий Георгиевич, небольшие разъяснения с вашей стороны на эту тему. В сентябре 2015 года, я уже там, как говорится, раньше опускаться не буду, эти котельные нам никогда не принадлежали, но по суду были переданы нам. Два раза был проведен аукцион, электробойлерная поселка Ильичево и электробойлерная поселка Шушинского были переданы по решению суда муниципалитет поселка Шушинского и поселка Ильичево. В связи с тем, что у поселка Шушинского и Ильичево своих обслуживающих организаций нет, нами было принято решение о передаче полномочий в сторону администрации Шушинского района, чтобы мы могли заключить договор по обслуживанию этих электрокотельных с нашей МУП, то есть нашей Шушинской тепловой и электрической сети. Мы передали это оборудование туда, на обслуживание, был заключен договор с Красноярской теплотранспортной компанией до 1 января 2016 года, где они должны были возмещать, и по решению региональной комиссии наши тарифы находились в той организации, потому что я уже вам сказал, что цепительный сезон уже был начат, и потом было уже все определено, и нас закрепили или прикрепили, то есть обязали КТК заключить договор с Шушинскими теплосетями. Очень помог, я уже вам говорил о том, что очень помог нам в этом деле, потому что КТК никак не соглашалась, Юрий Анатольевич Лапшина там, помощник губернатора, заместитель правительства Красноярского края. Здесь мы все-таки этот вопрос решили и совместными усилиями, кажется, добились того, что договор был заключен, мы начали работу. Вот эти организации теплосети и вот говорите КТК, у них в функционале какие различия, то есть люди не очень понимают вот именно вот эти моменты, что отдали бы теплосетям и теплосети делали бы все, то есть задача вот этого КТК какая? КТК это обслуживающая организация город Красноярск, она как бы являлась ресурсно-оснабжающей организацией, обеспечивала теплом город Красноярск, ну и получала расчеты за тепло вот этой организации. Но я еще раз говорю, в связи с тем, что этих котельных у нас не было, электроболерных, они были закреплены за организацией, последняя организация, это Сибирская тепловая сеть, которая, как бы говорит, удачно были обанкрочены, эта фирма, и по суду, я еще раз повторюсь, что были переданы котельные нам. И у нас получилась ситуация та, что нам не был неопределен ни тариф, потому что тариф на дело составляется в начале года, отправляется в мае решение региональной комиссии, принимается определенный тариф для населенного пункта. Но в связи с тем, что я как сказал, что уже было все закручено, и отопительный сезон начался, тариф был определен для Красноярской теплотрассной компании. И поэтому нас просто заключили, мы работая, или обеспечивая теплом поселок Шужинское и поселок Ильичево, договор был, нам доплачивали выпадающие вот эти расходы, все доплачивало КТК. Потому что тарифы были определены и закоплены на данный момент за КТК. Вот эта ситуация сложилась вот такая. Но договор был заключен с нами до 2016 года, до 1 января. Декабрь заканчивается, нам надо было как-то работать. Понимая то, что суммы те, которые будут выставляться на тепловые электрические сети, они неподъемные. Нигде источник финансирования или возмещения затрат по этому поводу нигде не был ни в бюджете края, ни в нашем бюджете не предусмотрен. Поэтому нами было принято решение о непродлении, не только неопределении договора, договор и так уже заканчивался, о том, чтобы наши тепловые сети в этом не участвовали. Было опасение того, что наши электрические сети могли банкротить так же, как южно-сибирские эти сети. И нами было принято второе решение о том, чтобы договор передать эксплуатацию этой котельной отдельной организации «Теплотехник», которая, можно сказать, даже если в случае банкротства потери особых не несла. На котельной будем считать, вот она самая мощная, шушенская, по ней будем считать, она самая мощная котельная. Поэтому мы с этой котельной когда разбирались, там 15 человек специалистов. Даже при условиях, мы брали самый критический момент, даже при условии того, что попадут под банкротство, специалистов все равно никто не уволит. У нас источника теплоснабжения в шушенском больше нет. И понятно, что нас никто не кинет, никто не бросит, все равно эта котельная будет работать. Специалистов тоже не выведешь, потому что эти специалисты специально люди подготовленные, которые несколько лет работают. И чтобы такого человека подготовить, нужно несколько лет. Поэтому пострадать мог только один человек, но никак не предприятие, в котором работает 380 человек. И поэтому мы такое решение приняли. И спасали теплосети? Да, спасали теплосети. Наша была с Андреем Петровичем Щербаковым главная задача уберечь наши сети от банкротства. Потому что банкротство, оно, знаете, замаячило сразу же. И работая в этой области уже не первый год, и главой в том числе, я прекрасно понимал, что нас ждет судьба вот этих сибирских южных сетей. Ну, нас пока это никто не воспринимал. Ну, как бы, юридически мы все сделали правильно. Передали оборудование, теплотехнику, эксплуатацию этой котельной. Пока договора не на, как бы, обеспечение электроэнергией данной котельной или договор с энергосбытом не заключен. Вроде сейчас подвижки какие-то пошли, заключают. Но еще раз говорю, у нас теперь особого опасения за наши тепловые сети нет. Потому что, согласно закону, хотели бы мы и не хотели, мы должны передать или по конституционному соглашению, значит, нужно провести торги. А что такое торги? Притом, или получить преференцию на это теплотехнике предприятия, чтобы мы даем, почему теплотехнику по закону, там, я уже забыл, как он называется, в смысле, мы должны несколько участников быть в этих торгах участвовать, да. Они должны эти участники участвовать, и каждый теперь, если мы преференции кому-то даем, какой-то организации, значит, она должна приготовить план или мероприятие по модернизации этой котельной. Но кто, я вам хочу сказать, котельная, это 1972 года эксплуатируется. И поэтому ее невозможно даже, знаете, просчитать. Можно, конечно, сумму невозмещения, модернизации этой котельной, но ее модернизировать там никак. Там электрокотлы, только можно модернизировать насосное оборудование. Что такое электрокотел? Это электроды, ну, будем так для народа, чтобы не было емкость, вода и электроды. Больше там ничего нет. Там ничего не смодернизируешь. Только в насосном обрубленном что-то можно сделать, и поэтому у нас такое энергоемкое производство вот этой теплоэнергии. Ну, я считаю, что мы, со своей стороны, приняли совершенно правильное решение, когда поняли о том, что наши сети уже даже, если будет вести все по закону, и мы будем проводить конституционно, принимать по конституционному соглашению эксплуатацию этой котельной, все равно проводится аукцион. Мы просто, наши тепловые сети в этом аукционе участвовать не будут. И поэтому, ну, как бы сказать, не успокоились, продолжали работу в этом направлении, и у нас было три предложения для администрации Красноярского края или для правительства Красноярского края, чтобы они помогли нам пройти через антимонопольный комитет, это получить преференция для теплотехника, чтобы они могли получить, дать, помочь нам договор заключить с энергосбытом, и третье, чтобы РЭК, это оригинальная комиссия энергетическая, про которую я говорил, должна была дать тариф для теплотехника. Вот и все, у нас три вопроса, которые на сегодняшний день пока открытыми стоят. А работа вот этого теплотехника вас устраивает? Меня, конечно, я еще раз говорю, что там никто, что не тронул. Те специалисты, которые 15 человек работали, они так и остались. Я говорю, еще раз будет, даже еще одно банкротство будет, даже еще второе будет банкротство, третье. Я еще раз говорю, что у нас нет дополнительного источника, чтобы отапливать наш поселок. И поэтому их никто не тронет, они так и будут работать. А что касается поселка, или что там работают? Ну, проблема создалась в чем? Потому что по закону тоже, если в один отопительный сезон, теперь у нас получается, что отопительный сезон у нас не так, как раньше был с 1 декабря по 1 января, а теперь у нас с 1 июля по 1 июля идет. Вроде да, отопительный сезон. И поэтому здесь получилось так, что тариф был определен, у нас, но сейчас уже точно не помню, по-моему, без НДС, 1502 рубля для Шушенского. Там для... Весь вопрос получился в чем? Что после Нового года у нас оставили прежний тариф по Шушенскому району, а для Ильичева был тариф изменен. Вот поэтому у нас крутеж-то весь изобрелся. Из-за чего? Потому что если бы было бы наши теплово-электрические сети, эксплуатировали данную котельную, то тариф изменить по закону нельзя, потому что он в середине отопительного сезона не меняется. Но в связи с тем, что появилась новая организация, для новой организации это можно сделать. Поэтому был изменен тариф в три раза, ну на 300%, будем так говорить, чтобы люди понимали. И поэтому тут началась вот эта вся беготня и у людей, и у предпринимателей. Я еще раз хочу сказать... Бюджетники. Бюджетники тоже, говорю, да. Населению беспокоиться не о чем. Хоть и Личева это взять, хоть и Шушенская, потому что мы защищены предельным индексом. И у нас любой тариф может повышаться только на 4,4%. Это все это максимум. Под удар попали предприниматели, бюджетные учреждения. А коротко сказать так, что мы в этой ситуации выстояли, все равно признали этот тариф ошибочным, вернули к старому, дошли до уровня Виктора Петровича Томенко, было проведено еще одно совещание на этом уровне. И РЭК установил старый тариф, ну или тот, который существовал до Нового года. Потому что вот этот тариф, который был, как он говорится, экономически обоснованный, новый, установленный тариф, это был не подъемный тариф, не для предпринимателей, ну для бюджета, понятно, они должны были искать. Я вам хочу сказать, что суммы-то очень большие. Вот если взять по-шушенскому, если бы был применен новый тариф, который будет все-таки быть применен с 1 июля, это в бюджете края надо искать 500 миллионов рублей. Это те дороги, да, это межтарифная разница. Если народ платит, ну, чтобы удобнее было считать 100 рублей, тариф повысили, он будет платить 104 рубля 40 копеек. Но ограничений-то для этих нету, для предпринимателей и для бюджетников. Поэтому тарифы для них возрастают кратно. Теперь у каждого магазина будет стоять своя котельная. Ну, я считаю, это правильное решение, потому что такой тариф, я уже на предельстве говорил, он не подъемный тариф. Потому что когда вот началось с Ильичевым, ко мне приезжал Изуев, и с водоканала приезжал предруководитель. Если я, говорит, платил 50 тысяч за месяц, то мне сейчас преподнесли 360. А я, говорит, собираю с населения 340, а он должен был заплатить только за потребление электроэнергии, за свою, вот такие цифры. И поэтому я говорю, что тариф не для населения, а для предпринимателей. А населению, еще раз говорю, беспокоятся они о чем. Потому что, еще раз, это распоряжение Толоконского, и предельный тариф установлен для населения, не Шушинского, а всего края, 4,4%. Поэтому особый беспокойство, то, что там будет новый экономический тариф или обоснованный тариф, население-то не коснется. Но с нового года, не с нового года, а с первого или лесного отопительного сезона тариф все-таки будет экономически обоснованный, около 5 тысяч рублей. И все это прекрасно понимают. Это уже в газете опубликовано. Мы как бы выставили только на первом этапе этой битвы. Восстановили то, что, ну, можно сказать, справедливый тот тариф, который люди пользовались до 1 января 2016 года. А вот, по сути, звучит фраза, что это убьет малое предпринимательство. Но не убьет, они должны найти свой какой-то резерв, ресурс, чтобы перейти на альтернативный вид топлива. Если он купил там тонну угля, потратил 5 тысяч, ему хватит на отопительный сезон. Магазин что-то у него, площади небольшие. То есть все идет к некому раздроблению, вот, вне зависимости от большого источника теплоснабжения. С одной стороны, это, конечно, хорошо, что они будут работать в автономном режиме. Но вы сами понимаете, вон, когда мы подъезжаем к Инвестинскому, посмотрите, какой смог стоит. Появится это и у нас. Вы же сами понимаете, это твердое топливо, это сгорание. Где-то что-то не сгорание, гарантии никакой нету. Единственный выход, я считаю, что все-таки искать в бюджете, я понимаю, что не в нашем. В нашем такие деньги не найти. Да, я уже вам говорил, что нам только за январь выставили 90 миллионов рублей. Поэтому надо межтарифную разницу искать в бюджете края на возмещение и срочно заниматься. Или котельную отродку, ну, какой-то другой альтернативным видом, который будет снажать теплом поселок Шушинское. А так, я еще раз говорю, для народа, хочу сказать, не надо. Людям беспокоиться надо. Все беспокоятся только для предпринимателей и для нашего бюджета. Ну, предприниматели, они тоже люди. Тоже люди, но я вам хочу сказать, что наша котельная, по-моему, если по данным где-то процентов 70 обслуживает это население, ну, и все остальное 30 процентов, наверное, входит в бюджетники, процентов 25, наверное, ну, и процентов 6, наверное, это предприниматели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!